и так приветствую друзья и гости канала всем огромнейший привет и сегодня 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 уже 1 августа представляете себе а некоторые из вас все еще не посетили прекрасный город сочи а почему прекрасный город сочи об этом вы узнаете в этих новостях но мы что там ничего сегодня ко мне прилетает моя любимая дочка я так давно не видел она прилетает их слава богу все признает конечно друзьями но же взрослая стала я взрослая уже забирая меня везде в общем как бы так ладно настроение прекрасное вчера с отцом немножко съездили порыбачили все хорошо вроде был все и замечательно за исключением одного мне всегда что попало в глаз у меня глаз немножко опух что-то вчера там либо мошкара либо таракан либо там не знаю бывшего наколдовала в общем что-то такое у меня в глазу случилось но теперь не знаю как там что вытащить ладно давайте потихонечку сегодня дочка прилетает все хорошо все прекрасно все замечательно это раз ну и во-вторых конечно же во-вторых конечно же ребят тебе 1 августа а это означает что кто мне скажет а ребят кто мне скажет что это означает ну-ка давайте правильно сегодня у одной красивой прекрасной девушки сегодня день рождения так давайте поздравим в комментариях сегодня день рождения у надика сегодня надику исполнилось лет у нее сегодня круглая дата вот как бы так я обязательно сегодня поздравлю только не знаю чем не знаю как в общем но обязательно всем поздравлю вот жалко что не вчера было день рождения вот сегодня вот как бы так поэтому надя любимая с днем рождения тебя желаете всего самого наилучшего тебе самого все прекрасного ну и конечно же чтобы ты чаще улыбалась и всегда была на позитиве ну и конечно же чтобы тебе на твоем пути меньше попадалось всевозможных мудаков макс так есть же никто не попадается вы же не вместе ну я хочу чтобы их еще меньше стало вот как бы так чтобы я окружались а порядочные нормальные люди знаете те люди которые берут как бы потихонечку в облаках разворачивается на красной машине и потом раз и немножко при терлись и в два раза взяли бы хотя бы там номер телефона ставили сказать блин ребят извините вот у меня мы там взяли нечаянно вашу машину задели они в крысу раз и не убегали вот чтобы чтобы так было или раз там еще такие моменты были вот такие же нужно нормально порядочные встречались понимаете нормально порядочные встречали меня был такой момент ворски да я нечаянно разворачивался я одну машинку заделал. Я оставил свой номер телефона, все, позвонили, как бы, я там тогда дал, помню, 5000 рублей, и все. И я, как бы, сплюлю с чистой совестью, и человек меня не проклинает, и вроде все хорошо и прекрасно. А здесь, вон, хоп, такое маленькое свинство, и раз, 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 и сразу в кусты. Ладно, Надь, еще раз тебя с днем рождения, я знаю, что ты подглядываешь за мной, я знаю, что ты смотришь, поэтому тебя с днем рождения. Ну, а мы с вами едем дальше, давайте пробежимся по новостям. А Сочи назвали одним из самых чистых городов России. Вот так вот, вот так вот, вот так, все у нас всех сделали. Самый чистый экологический город России это город Сочи, Сочи, Сочи. Поэтому сюда нормальные, грамотные, умные люди и переезжают. На, еще целеустремленные, еще как капля водки чистые. Ну, конечно, так. Следующий момент. Краснодар уже не в топе, а точнее в топожопе, так описано. Ну, прям, так и заголовок. Эксперты выяснили, куда чаще всего переезжают жители севера. А переезжают жители севера у нас знаете куда? Чего, прямо рассказать? Чего, прямо, знаете, да, рассказать? Правильно. В Санкт-Петербург, это если у нас касается молодежи, туристов. И, конечно же, Сочи. Москва, все, ушла на задний план. Краснодар, непонятно, куда ушел. Калининград с этой обстановкой тоже непонятно, куда ушел. Поэтому сейчас топ возглавляет у нас Санкт-Петербург и Сочи. Но, само собой, Сочи на первом месте. Любой нормальный человек желает переехать в город Сочи, потому что самый чистый город, самый гостеприимный город, самый прекрасный город и так далее. Это раз. А во-вторых, а во-вторых, конечно же, в Сочи есть чем заниматься. И самое главное, в Сочи, в отличие от Санкт-Петербурга, в Сочи можно зарабатывать. Это, наверное, самое главное. Понимаете? В Сочи можно зарабатывать. Потому что, потому что обычно, когда кто из Санкт-Петербурга приезжает, у них запрос там не более там 5 миллионов рублей, 3 миллионов. А в Сочи, даже продавая самую такую убогую студию, можно купить хорошую двушку, например, в Санкт-Петербурге. Поэтому, однозначно, как бы, Сочи выигрывает. А выигрывает тем, что здесь есть заработок. Да. Сейчас кто-то в Санкт-Петербурге. Нет, правильно, неправильно. Нет, ребят, у вас тоже свои есть. У вас там есть там свои геи, там, расцвистюги, и тому подобное. У меня даже два соседа, да, как бы, хотел сказать, соседки нет. Два соседа все-таки. Они же в фейер-очень мужики, а потом уже со вторичными признаками уже женщины. Как бы, вот два соседа, как-то нормальные мужики, с ними как-то один раз листик проехался, как бы, такие сишки сделаны, губы сделаны, все. Ну, нормальные мужики вот. Как бы, вот они из Санкт-Петербурга приезжают гастролировать, понимаете. Как сказала консьержка, потому что здесь на них спрос очень большой, и здесь хотя бы у людей есть возможность платить столько денег, да, потому что, например, здесь они зарабатывают 30 тысяч сейчас, а в Санкт-Петербурге 15 тысяч сейчас, потому что, сами понимаете, в Санкт-Петербурге доход у людей гораздо меньше. Вот как бы так. Поэтому, если кто-то хочет маленького экстрима, то добро пожаловать к моим соседям. Они вам сделают Хиросиму и Гирсаки. Ладно, шучу. Я знаю, все у меня нормальные. Ну, реально нормальные. Ладно. В общем, мы определились, да, что все в основном едут в Сочи жить на ПМЖ сюда, а если вдруг учиться и так далее, то в Санкт-Петербург. Краснодар уже как бы не занимает первое место. Хоть там и цена на недвижимость дешевле и так далее, а смысл туда ехать, если там небо закрыто, все закрыто и так далее. Значит так, курорт в Краснодарском крае с интересным названием. Чем привлекает поселок в Салонике туристов? Ценой. Потому что находится в заднице, находится там под Лазаревском, когда ты едешь, черт знает куда, и все. Название прикольное, ничего такого хорошего нет. Вот ничем не привлекает, я вам серьезно говорю. На рейсе Сочи-Сороут у самолета отказал оборудователь, но хотел сказать водитель, ну короче, капитан судна сказал, ребят, все нормально, не биздите, мы долетим. И что вы думаете? Они не биздели и долетели. Вот как бы так. Ну, молодцы, я считаю, молодцы. А также начало, начало положено, начало положено. в Сочи прибыл первый рейс из Иордании. Представляете себе? Вот теперь тоже два часа всего лишь оказывается лететь в Иордании на Боинге. А, это пьяная, я думаю, что такое, я думаю, думал, изрядь любовь играет, а там такие два с утра колдыряные. Хе-хе, погуляли нормально, хе-хе, хорошо погуляли. В общем, можно, я не знаю, что такое, Аман, что такое, как бы так. в Сочи под мостом горожане обнаружили автомобиль. В общем, как-то вылетел и так далее. Дальше. Водитель иномарки впечатал припаркованную Ниву в кирпичную стену. Ну, все почему? Вот, говорит, всталкивает возле своего дома. Ну, водитель иномарки, он что, не может загнать свой автомобиль к себе во двор, что ли? Ну, и взял, как впечатал, там такая фотография прикольная. Ну, а что? с одной стороны он как-то прав. Возможно, только в Сочи для горожан и гостей города устроили шоу, там, снег привезли черный откуда, на пляже, там, в общем, такое страшное творилось, что я это все пропустил. Вот, как бы так. И я это все пропустил, я это все пропустил, 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 пропустил. Все. Все, короче, это все новости. Вчера съездил на рыбалку, все спрашивают, и во сколько же обходится рыбалка? В общем, до последнего не хотел ехать, потому что у меня в час сопли были, как бы чувствовался я некомфортно, потом все-таки не выдержал. За отцом заехал в полтретьего, за 30 минут мы доехали до рыбалки, в 3 часа дня мы приехали самые-самые последние, мы взяли и решили порыбачить. в итоге в общей сумме поймали 11,5 килограмм, 11,5 килограмм, 11,5 килограмм до 6 часов, ну и в 6 часов мы поехали назад. В 6 часов мы поехали, соответственно, назад. В итоге, получается, мы наловили больше всех. Смотрите, вход на рыбалку у нас стоил 900 рублей, там, видать, кукурузу еще брал, так-то вроде 400 рублей стоит вход. И за пойманную рыбу мы заплатили 2 900. Получается примерно 4 тысячи. Ну, я еще там брал воду, все. Ну, короче, рыбалка обошлась за 3 часа 4,5 тысячи рублей. Вот так бы так. Рыбу в этот раз все взяли, потому что я видел, что никто ее не ловит, поэтому за нами было пристальное внимание, а отпускать рыбку нельзя. Ну, и вчера я там поймал одного трофейчика на 3,5 килограмма. Тут сказали, да, это мелочь. Да, конечно, ребят, мелочь. И куда уж мне до вас? Я вечером смотрю рыбалку в Астрахани, потому что 12 сентября мы туда полетим. И почему-то пока больше, чем 2 килограмма я ни одного рыбака не увидел. А я здесь на 3,5 килограмма поймал. Вот так вот. Поэтому, если хочется бюджетный вариант отдыха, бюджетный вариант рыбалки, то я считаю, что форелевое хозяйство соответствует вот всем этим вашим требованиям. Потому что от Чагиарского озера с таким же уловом все вышло бы тысяч 40, наверное. Потому что там все равно есть соблазн. то сделать, это сделать и так далее. Я на рыбалку хожу не потому, что у меня там рыбы нет или еще что-нибудь, а для того, чтобы просто побыть с отцом. Чтобы поговорить с папой нормально, как бы, и все. Политику мы не трогаем, потому что, да, потому что, чтобы не разбругаться, чтобы у нас не образовалась там война какая-нибудь, не образовалась спецоперация внутри семьи. Поэтому политику мы не трогаем ни в коем случае и так далее. Да, кстати, вчера был праздник, я нифига не поздравил. Вчера был день военно-морского флота. Блин, поздравляю, кстати. Ну, я не знаю, я почему-то, вот знаете, я день ВДВ знаю, да, вот, например, я по-яш-морски вырос, я знаю, что ВДВ бутылка, ВДВ, пусту сломал. Ну, так вот, это модно было, как бы, да, я знаю, что 2 августа, что-то завтра будет. А вот, например, что вот моряки, вот, как бы, празднуют, я вот, я не знал, представляете, вот, я всегда обычно в этот день был на соревнованиях в Голицыно, это Московская область, там есть погранный суд ФСБ России, и там я обычно соревновал, ну, как бы, был на соревнованиях вот в этот день по рогопашному бою, потому что там, как оказывают, проводили эти соревнования международные и так далее. Вот я поэтому знаю. А вот день военно-морского флота, почему-то я вот не знал, представляете, поэтому не извиняюсь. И все, кто как-то касается вас всех, с этим прошедшим праздником, ну, как говорит народная мудрость, лучше поздно, чем никому. Вот так вот. Да-да. Это вот, кстати, еще касается девушек, 45 плюс. Вот для вас, это такая народная мудрость, лучше поздно, чем никому. Да, это так. Молодые там, вся жизнь еще впереди. Ну, что, я немножко поправляюсь, сегодня ночь была гораздо проще, мне приносилось. Ну, откуда-то я все-таки заболел. Насморк, насморк, конечно же, имеется. Ну, а мы с вами что? Мы с вами сегодня будем работать. Сегодня нужно отнять квартиру для банка, это раз. Сегодня нужно поехать посмотреть, какой бюджетный коттедж-боселок в Адлере, если наконец-то в Адлер еду. Ну, и самое главное, это люди, у которых есть мечта купить дом в Сочи, при том, с землей на ровной поверхности. Для вас появился шанс, ну, реально шанс. на Мацесте вы можете купить дом в Мацесте вы можете купить дом в 63 квадратных метра за 7,5 миллионов рублей, с центральными коммуникациями, 5 соток, в общем, ну, прям очень, очень крутой дом, я рекомендую. и, конечно, меня многие пытаются потравить. А где козырная фраза? Ты, говорит, купил там своим родителями или еще что-нибудь? Нет, ребят, я этого не скажу, потому что у родителей есть, ну, недвижимость, у дочки есть. У меня есть там два участка, которые я буду объединять, которые я еще не решил. Либо я буду продавать потом, да, как бы через полгода, либо я построю там себе дом, как бы, ну, сделаю дом в 112 квадратных метров, и там же будет еще баня, которая будет в 63, там, гостевой, там, и так далее. У меня есть, но это не касается никак ни родителей, ни брата, ни сестры. Это мое личное, мое личное. Это мой актив. Я там вложился, и у меня там есть. Поэтому то, что вы там пишете, там пытаются себя подзадеть, ну, вы себя задеваете. Вы задеваете себя, что вы не можете взять и купить в Сочи дом за 7,5 миллионов рублей. И в то же время у вас хватает тупости, ну, реально, я не знаю, как это назвать человек, это просто тупой человек, который смотрит дом на Мацесте, 360 квадратных метров, 7 сотых земли, с бассейном, с сауной, супер дорогой мебелью, это прямо на видео видно, и где ценник стоит 2,5 миллиона рублей, они еще торгуются, и еще пытаются купить в ипотеку. Вот торгуются, еще пытаются в ипотеку. И, конечно же, потому что я говорю, что это, да, стоит 2,5 миллиона, но это не рублей, это 2,5 миллиона рублей, это 2,5 миллиона долларов. Понимаете? У вас только на это ума хватает. А взять то горячее предложение, которое сейчас есть, за 7,5 миллионов рублей только один дом. Потому что следующие уже, у застройщика аналогичные дома стоят уже 10 миллионов рублей. 7,5 это на 2,5 миллиона дешевле, чем, например, цена застройщика. Это халява. И там уже работы идут полным темпом. Понимаете? Поэтому, как бы, я, конечно, понимаю, что каждый хочет там вставить свои 5 копеек, там, что-то по злоразу и так далее. Просто на секундочку, за 7,5 миллионов рублей вы даже студию не возьмете. Например, я сейчас продаю тещиную квартиру, она стоит 8,5. Да, и само собой скажут, мы видели эту квартиру за, как бы, потому что мне тоже сейчас прислали ссылку, мы видели, говорит, эту квартиру за, как бы, за 6,300. Да, как бы, просто Надя взяла и додумалась, Надя просто взяла и как-то умудрилась взять и дать фотографии риэлтору. Ну, реально взяла и дала фотографии риэлтору, да, ну, как бы, и все. А в итоге риэлтор что сделал? Ну, кто мне подскажет? Правильно. В итоге риэлтор взяла и разместила фотографию на Авито и с ценой почему-то разместила в 6,300. Вот, как бы, так. Сегодня будем пробовать взять, вот, да, вот, например, вот, ну, реал или так вот, и разместили. А кто у нас так отличился? Ну-ка, давайте посмотрим. Правильно. А так у нас отличился. Что у нас за компания? Правильно. Реал инвест недвижимость. Реал инвест. Поэтому маленький совет собственникам. Когда у вас риэлтор по предлогам того, что он хочет показать вашу квартиру, не знаю, там, своему клиенту, никогда в жизни не отправляйте ему свои фотографии, потому что эти фотографии будут использоваться в фейковых объявлениях. Понимаете? Эти фотографии будут использоваться в фейковых объявлениях. Вот, как бы, так. И, в принципе, в принципе, в принципе, ну-ка, в принципе, в принципе, попробуем. Хотя, вот, сейчас рано, ни себя, наверное, трубку не возьмет. Значит, так, 190, 21, 0, 3. Ну-ка. Отговор может быть записан. ЗВОНОК 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 Ладно, не беру трубку. Зачем делать такую замануху? Потому что от собственника квартира есть, она стоит 8500, да, но от риэлтора 6300. Так какую вот нужно включить логику, чтобы подумать, что агентство недвижимости продает аналогичную квартиру на 2 миллиона 200 тысяч дешевле. А есть фантазеры, которые верят в сказки. Всем добра и пока. Субтитры создавал DimaTorzok